МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макаров, ты же не заснёшь? Не засну, не бойся. Мальчика, ты голубь засни и запоминай все детали. Как получится. КОНЕЦ 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 Да я во всём виновата. Если бы я встала, поговорила бы с нему, он бы не стал. Успокойтесь. Вашей вины здесь нет. Я на тело беру уши и спала. Какое желание? Я спала всю ночь, вон в ноги жал. Может, ему помощь нужна? Все, я закончил? Ну, есть пару вопросов. Привет. Привет. Есть хочешь? Кто ж не хочет? Я запекла твою любимую рыбу, как ты любишь. Умы руки и садись. И растенься. Давай. Поехали. Поехали. И я с ним хотел. Все. Ааа! 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 Пистолет Макарова 30995768. Зарегистрировано Семенова Виктора Алексеевича. У человека проблемы на работе. Он приходит вечером домой, достает пузырь, напивается и пускает себе пулю в голову. Так? Ну, на бутылке, стакане и пистолете обнаружены многочисленные отпечатки предварительно Семенова Виктора Алексеевича. Но есть одна закавыка. Пистолет он держал в правой руке и застрелился в правый глаз. Ну, и в чем закавыка? Ну, это неудобно просто. Попробуйте сами. Обычно стреляются либо в висок, либо, да, либо в рот. Все, все, Валер, успокойся. Понятно. Ну, всякое бывает. На убийство не тянет. Ну, как вы похожи. Елена Константиновна, скажите, а еще у кого-нибудь были ключи от вашего дома, кроме вас? У меня, у Витя. Да, был еще один комплект у охранника. Он приглядывал за домом, когда нас не было. Мы здесь не живем постоянно. У охранника. А может быть, у вашего мужа был конфликт с охранником? Они как-то сцепились во время праздника. Все немного нетрезвые. Витя назвал его отморозком и зэком. А тот набросился на него. Потом они помирились, конечно. Но кошка пробежала. Глупость какая-то. Мы дома печатаем на время следственных мероприятий. Делайте, что хотите, мне все равно. Пусть тут хоть все сгорит. Где я? В больнице. Сейчас уже все хорошо. Вы поправитесь. Что со мной, доктор? У вас острое отравление бытовым газом. Вы несколько дней были в коме. Но нам удалось вернуть вас к жизни. И теперь почти все хорошо. Почти. Из-за кислородного голодания у вас наблюдается незначительное повреждение нескольких зон среднего и продолговатого мозга. Чем чреваты эти повреждения, я пока вам точно не могу сказать. А Кирилл что сделал? Все вопросы потом. Вам показан отдых. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Макаров. Чего тебе? Не Макаров, а Валерий Алексеевич. На интернете в специальном горизонте. Пойду? Да, и что ты делала вчера с 14.37 до полночь? Работала. Работала. Поподробнее, пожалуйста. Он заказал свой портрет, оплатил аванс. Я приехала без чего-то там три, уехала в полночь. Ага. Откуда он взялся? Написал мне в директ. То есть ты познакомилась с каким-то мутным типом через интернет? И поехал к нему домой? Тебя ничего не смутило? Макаров, мне деньги нужны. И голову чем-то отвлечь. Чтоб крыша не ехала. И вообще, слушай, я там не одна была. Жена его была, крутилась, мешала. Не знаю, что она про меня подумала, но она очень нервничала. А он нервничал? А ему-то что нервничать? Приятный, спокойный, шутил. А, пил? Нет. Оказался очень милым человеком. Угу. Значит так. Собирайся-ка и поедем к этому милому человеку в гости. Я не буду с ним спать. Мне зацепка нужна. Нет. Ловить преступников – это твоя работа. Между прочим, ты сейчас самый главный подозреваемый. Я его не убивала. Извращенец. Представила тебе, ты его пристрелила и обставила все как самоубийство. Это одна из главных версий следствия. Дело будет идти очень долго. Вот серьезно. Подписка о невыезде, бесконечные экспертизы, постоянный поход в следственный отдел. Нет. Мне, конечно, по барабану. Я буду только рад тебя видеть. Но тебе этот геморрой нужен? Если нет, то мы можем постараться облегчить процессы. Собирайся. На самом деле, ты просто хочешь меня использовать. Я хочу, чтобы ты использовал свой дар. Мне это не надо. Журавлева, мы же с тобой договорились. Или ты думаешь, что я за красивые глаза протокол об отсутствии датчика утечки газа порвал? Нет, за такие красивые глаза, конечно, можно, но... В общем, ложись спать. Он здесь застрелился? Да. Я не буду здесь спать. Кушетка. Ты видела размер? Или ты ложишься спать, или ты сядешь за убийство этого человека. Времени у нас до пяти утра, а сейчас в пол первого. Почему до пяти? Потому что соседи проснутся, пойдут на работу. Мы будем выходить, нас спалят. Поняла? Поняла. Макаров, а ты же не заснешь? Нет, конечно. Не бойся. Ты усни. А главное, запоминай все детали. Как получится. Как чувствуете себя, Евгения? Жалобы есть? Я боюсь спать. Они меня преследуют. Я ознакомился с результатом вашего последнего обследования, и физически вы здоровы. У меня нет поводов держать вас здесь дальше. Вам вчера молодого человека привезли, который сам себе ревену порезал. Я не могу спать. Когда я засыпаю, приходят они. Понимаете? Я не могу спать. Не могу. Я подготовлю документы к выписке. Собирайтесь. Успокоительно. Я потом выпишу еще рецепты направления к неврологу по месту жительства. Собирайтесь. 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 Продолжение следует... 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 Ты будешь делать то же, что и всегда... Почему ты мне не разрешаешь? Я ведь лучше знаю, как причинять боль. Не лезь. Что ты собралась делать самостоятельно? Ты даже труп толково спрятать не можешь. ты же не можешь себя контролировать истеричка это для тебя все игра и развлечения для меня работа я не истеричка ты ничего не будешь делать сама и мне мешать не будешь идиотка и 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 Врач, ты забыл, где ты работаешь? Кем работаешь? Какая в жопу ясновидящая. Да я серьезно говорю. Нет, я сам охренел. Чтоб я больше этого не видел. Усек? Понял. Я никто, меня нет, в комнате пусто. Так же, как внутри меня. Без дна, без напустоты. Внутри меня, внутри меня тьма. За окном тишина, слышу стук сердца. Слышу звуки голоса. Это не я, это голоса города. Его боль внутри меня. Я лежу на полу. Он рассыпается, словно пепел пол. Уходит из-под моих ног. Без твоей руки мне не справиться. От меня, меня сбереги. Когда Поведь ко мне вернется. Вернется, вернется. Я вам сделала чай. Хорошо, поставьте. Позвоните Кривцову, чтобы он больше не приходил. Я не буду с ним заниматься. Ну, как же. Бездарность. Трудолюбивая, но бездарность. Стой! Ясно же было сказано! С кем сказано? Тобой, что ли? Хитрая сука, решил меня провести. Я не собираюсь играть тут в испорченный телефон. Я буду говорить с ним лично. Один пытается летать, хотя крыльев у него нет. А у другого крылья есть. Но он никак не может оторвать свою задницу от земли. И оба ноют, что никак не смогут достичь высоты. Ты преследуешь его. Я преследую его. Это ты его преследуешь. Это ты к нему присосалась, как пиявка. Это из-за тебя он теряет учеников. Это из-за тебя он здесь прозябает. Потому что он не должен тратить время на бездарей, как ты. Да еще и с деревянными руками. Я пойду. Наталья, я хотел поговорить с вами о моем брате. Я знаю, что вы намереваетесь делать. Не лезьте. Не стоит. Надеюсь, мы и поняли друг друга. Да. Не забудьте позвонить Кривцову. С деревянными руками у меня. С деревянными руками. У землекопа и то помузыкальнее, чем у тебя. Что не так с этими руками? Как это делается, я не могу. Правильный руками у меня. Субтитры создавал DimaTorzok Черт, но у меня нет слов. У меня есть, только без мата. А как? Отпечатки тут, конечно, снимать мучаешься. Следов борьбы нет, следов взлома или проникновения тоже нет. Я вообще бы сказал, что это классическое самоубийство, если бы не эта, прости господи, инсталляция. Ему сначала руку отрезали, потом повесили? Или наоборот? Ну, следов крови тоже нет, и с руки не натекло, так что... То есть, получается, либо здесь хорошенечко прибрались, либо руку отрезали в другом месте? Валера, я тебе как эксперт могу авторитетно заявить, что я ни хрена не понимаю. Пусть дальше лучше судмедэкспертиза разбирается с этим. Ну, ты здесь закончил? Да, все. Давай труповозку звать. Не, ну, труповозки только один водила сегодня, так что давайте как-то сами вы за ноги, я сверху. Сань, ножик возьми и отрежь веревку. Конечно. А это не его рука. А че? Ну, здесь вполне сформированная культя, года два-три, не меньше. Это точно не его рука. А-а-а. 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 А кто погибший? Погибший Владимир Николаевич Грейс 50 лет, потомский пианист, был известен в определенных кругах, выступал даже, вот, но два года назад в автомобильной аварии потерял правую руку, с тех пор, все, конец карьере, давал частные уроки, кстати, судя по опросу, маэстро был сложный человек, мягче, но я же сказал мягче, что у тебя с правой рукой, почему пальцы не работают, ты не держишь ритм, Ритм держи, четче, но мягче, что ты на меня устанешь, в ноты смотри Отношения? Отношения? Ну, некая Наталья, бывшая студентка, 23 года, уборщица обнаружившая труп сказала, что со вчерашнего дня ее не видела, контактов у нее нет, фамилии не знает Молодую помощницу себе нашел, он больше сказал, что это не он ее нашел, она сама себя назначила Сама себя назначила, из родственников только брат Да, но самое интересное, что брат близнец и тоже пианист А вы все по заграницам катаетесь? Увидим ли вас еще на родине? Контрактные обязательства Я бы, конечно, с огромным удовольствием, но график не позволяет Вот завтра лечу в Варшаву Какое счастье, что ваш брат с честью продолжает традиции семьи Да уж Счастье Кстати, брат вчера вернулся из Варшавы, вот, но как и с ним, как и с помощницей, связи никакой нет Есть версии по поводу отрезанной руки? В морг звонил, в больницу звонил, там никто правую руку не терял То есть мы даже не знаем, есть ли у нас еще один труп или жертва, которая нуждается в медицинской помощи Нифига И что с этим делать? Макаров, проваливай Мне очень нужна твоя помощь Я больше не хочу тебя бить, уходи Слушай, ну я ж со вкусняшками, в чем я провинился-то в конце концов? Тебя по пунктам расписать Послушай, ну я-то в чем виноват, это ты ходишь к маньякам без средств самообороны, ну У нас такое дело прям питерское Неинтересно Кто-то кому-то отрезал руку и приклеил ее к пианино Макаров, как даже ты без меня справлялся, вот и справляйся Я честно, совершенно искренне прошу прощения за твои нервы, я понимаю, как это неприятно Но, тут другое дело, человек возможно еще жив Если он жив, он долго не протянет, у нас нет ни одной зацепки Понятно, да И что, прям приклеена была? Да жесть, прям вот так А это тут весело В общем, жутко Да, жутковато Так, давай, не будем терять времени, давай, спать Давай И тебе вот еще На, выпей, чтоб побыстрее было Ну нормально ты Угу 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 Продолжение следует... 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 Но в белом, в черном. Ничего не понятно из твоего сна. Да какая разница? Слушай, сегодня один был белый, второй черным. Тот, что в белом, душил черным. Какого черта? Я узнаю, что я теперь это ты. Ты же знаешь ситуацию. Я знаю одно, что ты полный ничтожества. Ты угробил имя нашего отца, свое. А теперь хочешь мое уничтожить. Я получу сумасшедший гонорар, половина твоя. Оставь мое имя в покое. Ты умница. Поехали. Куда? Посмотреть на разоблачение. Разве тебе не интересно? Поехали. Претворительная причина смерти асфиксия. И мы, товарищ майор, проворонили с вами еще один труп. И теперь нас это имеют вместе с начальством. А потом начальство. По-дружески, без вазелина. Мы много чего проворонили. Товарищ капитан, что-то еще хотите осмотреть? Я пришел, чтобы арестовать вас за убийство трех человек. Наталья Лужиной, Сергея Кривцова и вашего брата Александра Грейца. Что-то я вас не понимаю. Вы знаете, я совершил тут любопытный эксперимент. Оказывается, даже тест ДНК не может распознать однояйцевых бельгинцов. Но по манере игры можно. Ваш брат заключил выгодный контракт, но потерял возможность быть музыкантом. Тогда вы, хоть и были не совсем хорошим музыкантом, не таким хорошим, как ваш брат, поменялись с ним? Какого черта? Я узнаю, что я теперь это ты. Мне даже выписку из больницы дали на твое имя. И что ты предлагаешь? Ты же знаешь ситуацию. Я знаю одно, что ты полное ничтожество. Ты угробил имя нашего отца свое, а теперь хочешь мое уничтожить. Да кому, какое дело, до твоего имени, когда ты не можешь играть? Я получу сумасшедший гонорар. Половина твоя. Люди не идиоты, они поймут разницу. Люди. Люди идиоты. Они даже не могут отличить Тонику от шестой ступени. Я думаю, что большинство даже не знает, что это такое. Ну, половина твоя. Оставь мое имя в покое. Ты объявишь, что это Турнея последняя. Или я что? Увидишь. А потом вы решили избавиться от дата. Не знаю, что вами двигало. Жадность? Может, не хотели делиться? Или боялись, что он предаст все огласке? Да и помощница все узнала. Твой любимый чай. Он принимал много лекарств. При такой клинической картине сложно распознать в крови сильнодействующие снотожные. Ну, вот в крови организма девушки оно было. А где? Не знаю. Ушел куда-то. Вот сам его жду. Не стоит вам его ждать. И приходить к нему тоже не стоит. Он мастер. А вы просто ремесленник. Забравший его имя. Он был совсем один. Но теперь у него есть я. И я хочу, чтобы вы перестали позорить имя человека, которого я люблю. Я собрала достаточно доказательств. Я их обнародую. И вам точно придется покинуть сцену. Наташа, подождите. Давайте успокоимся. Обсудим сложившуюся ситуацию. Давайте присядемте. Выпьемте чайку. Тем более, что это его любимый чай. Прошу вас. Вы решили обставить все как самоубийство, списав происшедшее на психическое состояние вашего брата. Но тут появились его ученик с помощницей, и пришлось действовать по новым обстоятельствам. Стой! Ясно же было сказано! С кем сказано? Тобой, что ли? Хитрая сука, решил меня провести? Я не собираюсь играть тут в испорченный телефон. Я буду говорить с ним лично. Ты преследуешь его. Я преследую его. Это ты его преследуешь. Это ты к нему присосалась, как пиявка. Это из-за тебя он теряет учеников. Это из-за тебя он здесь прозябает. Потому что он не должен тратить время на бездарей, как ты. Да еще и с деревянными руками. С деревянными руками. У меня. С деревянными руками. У землекопа и то помузыкальнее, чем у тебя. Что не так с этими руками? А где Владимир Николаевич? А я понял, он прячется от меня, да? Да вбой. А где? А где? А где? Позже вы отвезли девушку в подвал, чтобы узнать, что она вас накопала и где она это хранит. И знаете, большего бреда я в своей жизни еще не слышал. Я же вам говорил, я пришел к брату, выпил чаю, оказался в подвале. Даже если нам не удастся доказать вашу причастность к смерти брата и студента, вас будут судить за убийство Наталья Лужиной. Так как на момент смерти Натальи ваш брат был уже два дня как мертв. Уводите его. Макаров, это что за все это представления? Она что здесь опять делает? Так, у нее видение было. Какое видение? Я что, начальство так и должен доложить? Иди ты знаешь куда. Ну если б не она, а мы бы… А мне чего в отчете писать? Нам помогал какой-то экстрасенс, так что ли? Ну почему нет-то? Не, ну если серьезно, подумай. Слушай, у нас много висяков. Имеют за них и тебя, и меня. А она уже хорошо зарекомдаши себя. Специалист. Может оформим ее официально? Ну окей, ну полуофициально. Почему нет, правда? Работает же. Это смешно. Хорошо. Оформим ее как внештатного эксперта. Только запомни, что она будет как гражданский, ответственности никакой не несет. Тебе понятно? Таня. Да ни хрена тебе не понятно. Ответственность себя на тебе. Если что не так, я руки умаю. Я тебя не знаю, а твою истовидящую, тем более. Согласен. Ты согласен? А она согласна? Да. Ну ты как? Хочу отдохнуть. Ладно, у меня все в порядке, и ты езжай. Вижу я, как у тебя в порядке. Давай я поднимусь, побуду с тобой. Как ты вообще узнал? Да накидали мне всяких дел по несчастным случаях. А я смотрю, знакомая. Одноклассница моя, Женя Журавлева. Обменяют ей причине несмерти. по неосторожности в результате самовольного изменения в конструкцию газового оборудования. В смысле? Я ничего такого, я даже не знаю, где что. Не парься ты, я все разрулил. Тебе претензий никаких. Спасибо. Спасибо. Слушай, зачем руки порезала-то? Я схожу с ума. Я должна тебе кое-что рассказать. Если ты ж, Муриков, видишь в том месте, где засыпаешь, получается, что... Кирилл тебе что, каждый день приходит? Каждую ночь. Ого. Может, есть смысл переехать? Зачем? Ну, чтоб не видеть. Не хочу. Да и не факт, что поможет. Может, это поможет. Серьезно? Ты его даже заряжаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НЕЕЕЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Он лжет. Я слышу стук сердца, слышу звуки голоса. Это не я, это голоса города. Его боль внутри меня. Я лежу на полу, он рассыпается, словно пепел. Бог уходит из моих ног. Без твоей руки мне не справиться. От меня меня сбереги. И когда память ко мне вернется, вернется, вернется... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здоров! Я поесть принес? Надеюсь, ты любишь пиццу? Слушай, мне кажется, тебе надо сменить рот деятельности. Давай, давай к нам. Работа у нас интересная, зарплата стабильная. Всегда в белую. Опять же, соцпакет. Опять пытаешься ломать меня на расчлененку? Ну, расчленки пока не докладывали. Ну, чем сейчас занимаешься? Работаю. Ну, какая это работа? Нестабильная. Заказчики нервные, психи все. Опять же, недосып. Ну, и порнографика получается. Макаров, у меня чудесные заказчики и нормированный график мне в кайф. Это свобода. И, кстати, зарабатываю я очень хорошо. А ты мне предлагаешь... Журавлева, как насчет переспать с парой жмуриков за мизерный гонорар? Официально оформим ведомость, как самологическая экспертиза. Так вот, товарищ капитан, с парой жмуриками я не согласна ни за какие деньги. А если по любви? Да. Слушай, вообще-то у меня рабочий день до шести, нормированный график. Ах, нахуй. Нет, туда он не залезет. Ага. Так точно буду. Евгения? Нет. Ну, нет, так нет. Я просто хотел по городу с тобой покататься, звезду показать. А Рокуса знаешь? Он умер. Ну, нет, так нет. Здравствуйте. Да, я желаю. Валер, я вроде как бы уже не против, но зачем вот сейчас? Информация закрыта. Я просто посмотреть. Слушай, ну, сказали сделать. Нет, было не делать. Вот я и делаю. Ну, что я... Пускай посмотрят. Это просто посмотреть, племянничек того, кто может нашего полкана, Терентьева, того. А он меня, а я тебя, а ты вот. Вот разбирайся сам. Разбирайся сам, я вообще не понял, что ты сказал. А нифига никто ничего не понял. Аркус поднял все управление МВД, чтобы найти какую-то мифическую бабу, которую никто не видел, никто не знает. И вряд ли она вообще существует. Я с ним общался, он наркоша. Аркус нормальный человек. А эпатаж это часть его образа. Мне надо, чтобы нормальный человек перестал трахать мозг своему дядюшке, а тот нам. Пока мы там отмазывались, Илья зашлялся. Теперь наслаждайся. Зашлялся тоже. Подожди, ты знаешь, куда идти? До конца и налево. Откуда ты знаешь? Ты здесь был? Все парковки одинаковые. Пожалуйста, сюда. Подняться в пентхаус можно только на этом лифте. Вас уже ждут. Нет, все проще. Значит так, ты говоришь, что видишь смерть, если уснешь в том месте, где кто-то помер. Значит так, а я везу тебя на место преступления, там, где точно кто-то помер. Ты там ночуешь, мы там ночуем, и ты рассказываешь наутро, что видел. Если это совпадает с материалом уголовного дела, тогда ты... Ванка, что ли? Ну, а если нет, тогда мы оба будем знать, что у тебя кукушечка поехала. И тебе нужно срочно заняться своим здоровьем. Макаров, тебе оно надо. Ну, ты полуголая, рухну ко мне в объятия. В любом мужике лица проснется, да и... мало ли, вдруг счетчик перепадет. Валер, что ты несешь? Ну, хотя бы... Ну, вот видишь. Застало тебя лупнуться. А это уже много бы остается. Давайте к нашим баранам. А что заявление не подало пропажа человека? А как я подам? Я музыкант, но не тупица. Я же с ней совсем не знаком. Я Надю не знаю. То есть вы ее не знаете, но зовут ее Надя, да? Мне ж надо ее как-то называть. Надя. Послушайте, я знаю только то, что она приходит сюда каждый четверг, когда меня как бы нет. Потом уходит. И стоит вон там минут 15, смотрит на мои окна. А я смотрю за ней оттуда. Такие у нас отношения. А сегодня она не вышла. Не вышла на перекресток. А я смотрел, смотрел, штал, А ее нет. Ну, вы сказали, что вас как бы нет по четвергам, но вы как бы есть. Здесь и сейчас. Ну, пойдем. Чего? Вещь, ну, вещь, смеша. Главная причина, почему я приобрел эти апартаменты. Предыдущий хозяин своеобразно развлекался извращенец. А ты нет. Слегка. Но моя радость мне соответствует. Дороги, что ли? Периодически. Особенно на это. Ага. Не любите порно? Не возбурдается. Может, жанр не тот выбрали? Может, вам пожестче? Ну, хорош. Для ровесников шутки прибереги. Ага. То есть, она проникала в ваш дом, а вы следили за ней из тайной комнаты? Угу. А как она входила? У нее есть ключи. А вы не пытались как-то общаться? Девочка, первое правило звезды. Никогда не общайся с фанатами вне площадок и конвентов. Во-первых, мой директор бы меня точно урыл, если бы узнал об этом. А во-вторых, в этом же все прелесть. Она проникала в мой дом, трогала мои вещи, спала в моей постели, наверняка думала обо мне. А я имел бы счастье наслаждаться ее фантазиями. Он бы к специалисту из Каченко обратится. Я думал, но у меня слишком плотный график. Чего вы от нас-то хотите? У меня плохое предчувствие. Моя драгоценная фанатка пропала. И она где-то здесь. Я прошел все этажи, посмотрел в каждом углу. Ее нет. Но она здесь. Я хочу, чтобы ее нашли. Я у дяди просил поисковых собак, но он вас прислал. Найдете ее, я сделаю все, что захотите. Ну что? У меня через час гребанное выступление, которое я не могу пропустить. Оставляю я вам доступ к тайной комнате и все видеозаписи. Также ключ. Буду после 12. Найдите ее. Дебил, сука. Пойду опрошу местных. Даже кофе не попью. На тебе кино. Я чай сделал. Ты из чего будешь? Или из сиськи, и чашки, или из члена крошки? Конечно же, из чашки сиськи. Чашка сиськи? Блин. Нет. Нет, я тогда не буду. Дианна. Только никому не говори. Никому. Это будет наша маленькая грязная тайна. Грязная тайна. Мне даже нравится, что у нас появляются маленькие грязные тайны. Может быть, сходим куда-нибудь после и попьем из нормальных чашек чай? Я не против. Круто. Тогда я пойду досмотрю хом-видео и запись видеокамеры. Я тебя подожду. Круто. Я... Да. Я там. не могу из нее пить. Память-то у меня хорошая, но их тут столько шастает. Я ее не запоминаю особо. Ну, кроме жильцов или начальства. Ну, или кто постоянно приезжает. Не помню ее. Да, я видел. Девица приходила, уходила. Но я не придал тому особого значения. У нее был ключ. Да и вообще, мало ли, кто к звезде ходит. Да я вообще откуда мог знать, что у нее может быть ключ от пентхауса без ведома хозяина. Не знаю, как так получилось. Я уже говорил. Я эту девушку не видел. Не припоминаю. Да откуда ей тут взяться? У нас без пропуска не попадешь. Журавлева. Психотеракет тебе говорил, что надо менять свое отношение к лидии. Понимаешь? Так, может быть, стоит превратить твое проклятие в дар. Ну, и потом договаривались, проверить твою способность. Не договаривались. Испать на месте убийства я не буду. Никогда. Мое критическое восприятие действительности скатывается в жопу. Но начинай верить в мистицизм. Ты о чем? Какой мистицизм? Наша Надя вышла из пентхауса, вошла в лифт. И все. Внизу она не выходила. Я проверял этот лифт. Он останавливается на первом этаже, где парковка, где ресторан и фитнес-центр. Ну, вот я посмотрел все этажи. Она нигде не выходила. Начинаю верить в телепортацию. Вот мы с собой ее взяли. Началась телепортация. Макар, а что она лезет? Вопросы какие-то задает. Ты можешь мне объяснить субординацию? Я объясню, у нас без нее хватает делов. Надо нашему Надю проверить по психиатрам. Вдруг она на учете стоит, ее знают. Думаешь, с башней не дружат? Ну, психище нормальный человек. Будет такое вытворять. Напискай за... Ну, видео посмотрит. Пискай не добрый день. Вдруг что? Увидит. Объясни. 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 Что-то иду. Ничего. Ну, никаких мертвецов, я имею ввиду, и Надю тоже. Ну, значит, Надя жива. Странно получается, на такой большой дом и ни одного трупа. Да. Лифт остановился между этажами, но я не смогла посмотреть, что там. между этажами. Не сиди. ТФ это обозначение технического этажа, но лифт из пентхауса там не останавливается. Да? Точно? Кататься по этажам, а? Валер, ты видел? Посмотри. Так. Я пойду рассмотрюсь отближей наверх. Я с тобой. Ну, пошли. Макаров. А, так, нечего это делать. Давай, 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 давай. Поднимайся наверх и жди меня там. Офанча. Эй, спокойно, успокойно, успокойно, успокойно. Успокойся. Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Слышите? Спокойно. Дай посмотреть. Ага. Ясен. Спокойно, все хорошо. Ты отсюда не уйдешь. Не нужно сопротивляться. Надо просто меня слушать. Вот так. Давай. Все хорошо. Все хорошо? Ты как? Все в порядке? Все хорошо? Что с тобой? Все хорошо. Все хорошо? Все хорошо? Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо. Главная хренатень в том, что если б не этот мажор, непонятно бы, что с девушкой случилось. Да, и насчет психиатрички ты был прав. Надю узнали, она там на учете состоит. У нее шизофрения и еще что-то там трудновыговариваемое. Она не только за Аркусом бегала. Постоянные, иначе фанаты пошли. Когда-то работала здесь в клининговой конторе. Сделала ключ от пентхауса. Изначально вип-лифт был настроен таким образом, чтобы спускаться на технический этаж. Ага, ну зачем? Элите спускаться вниз к рабочему классу. Ну, видимо, незачем. Поэтому решили функцию-то отключить. Там просто кнопочная панель меняется. Ну, кто будет заморачиваться? А они фальш-панель поставили, а кнопка осталась, и она работает. Просто на железку посильнее нажимаешь вперед. Да не хрен выключить денег стоит, это косяки. А что косяки-то? Косяки везде. Поэтому ту часть технического этажа вместе с вип-лифтом законсервировали. Да, и получилось тайное подземелье с личным вип-лифтом. Да. Крут. Что насчет трупов? Да, хрен его знает. Ну, условия для мумификации отличные. Сухо, тепло, вентиляция хорошая. Слушай, а ведь я его знаю. Это друг бывшего владельца пентхауса. Я думал, он уехал куда-то на сказочное Бали, а он... О, черт. Товарищ полковник. Майор Новиков, ФСБ. Майор Дегтярев, капитан Макаров. Я забираю это дело. Какое дело? Так-то дело раскрыто. А вам не кажется, что к старшему позванию нужно по форме обращаться, товарищ капитан? Товарищ полковник, я все понимаю, но... Скажите, а у нас гражданские что делают на месте преступления? Это Евгения, мой стажер. Так вы занимайтесь стажером, товарищ капитан. А в это дело лезть не надо, ясно? Так точно. Субтитры сделал DimaTorzok. Они сказали, это не любовь, а одержимость. Невротическое расстройство. Они ее подлечат, и тогда она, и тогда я перестану быть самым важным в ее жизни. Ты как? Нормально. А может, не такое он дерьмо. Чего, тебя домой подвезти, а? Кто-то обещал мне чай в нормальном месте. Чай. Да. Чай. Так, да, давай. Чай. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Привет. Твой приятель? Я никто, меня нет в комнате пусто Так же, как внутри меня Без дна, без дна пустоты Внутри меня, внутри меня тьма За окном тишина, слышу стук сердца Слышу звуки голоса Это не я, это голоса города Его боль внутри меня Я лежу на полу Он рассыпается, словно пепел Бог уходит из Под моих ног Без твоей руки Мне не справиться От меня меня сбереги Когда Память ко мне вернется 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 Настя КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чего вы стоите? Приступайте Приступайте, я сказала Мне не так много свободного времени, чтобы тратить его на ленивых бездарей Начинать нужно отсюда, чтобы рассмотреть сердце Хотя можно начать и с мозга, лично я предпочитаю первым делом мозг Сосредоточение разума, самая привлекательная часть мужчины Вы так не думаете? Вот как неожиданно Неужели вы не хотите препарировать его? Или вы из тех наивных дурочек, что слепо доверяют мужчине? Как пошло Как насчет этого? Интересный экземпляр Хотите вскрыть? Нет А зря Стоило бы Бесспорно Это ваш лучший вид, мой милый Вот Обратите внимание Патологический лыжец Явился в мою лабораторию Вошел в доверие А оказалось Насмехался надо мной Как? Он говорил, что я красивая Много чего говорил Вы очень красивая Если бы я была такой красивой Возможно Когда-нибудь наука Научится делать красивые лица Но он Насмехался надо мной Они все Насмехались надо мной Думали, я не слышу Какие гадости Они говорят за моей спиной А я все слышу Я не позволю себя унижать Не смейте мне мешать Его следует вскрыть Вытащить все гниль и сжечь Дорогая моя Вы надеетесь проснуться? Вы, похоже, ничего не знаете О природе своих снов А ведь они реальнее, чем вы думаете И вы, обладая таким любопытным даром Даже не удосужились изучить его Я думала, вы Умная, современная женщина А вы просто Клушер Вас надо поставить там Разве это не лучшее место для бестерей? Ты Помоги мне Вот и первое наблюдение Вы сейчас находитесь в опасности А что делает этот дегеративный самец? Предлагает остаться И разделить его участь Помоги мне Эти мужчины Они не позволяют нам развивать свой разум Дорогая моя Я вас освобожу И всех нас освобожу Я здесь, я здесь, я здесь Все хорошо Все хорошо Все хорошо Все, все, я здесь Все хорошо Что-то страшное? Безумно страшное Я в твои предные трупы больше не поверю Так, все Поехали отсюда Все, погоди Погоди, пока не забыла Марты Генриховны Бернгольца Раньше здесь был анатомический театр Отец Марты Генриховны Бернгольца Заготавливал здесь наглядные пособия для студентов-медиков После его смерти она продолжила его дело Но разразился нереальный скандал Я Почему? Потому что женщина того времени не могла заниматься вскрытием Наехали на нее И она вместо вот этого анатомичку переоборудовала в оранжерею Ну, получается, она могла убить этого бедолагу Возможно, даже не его одного Я думаю, не его одного Ну, в любом случае, мы это без экспертизы не узнаем Не узнаем, сколько лет труп Ты с башней дружишь, сколько экспертиз надо сделать Ну, есть хорошая новость Мы с Женей свою работу сделали Теперь твоя проблема Твою же мать Я пойду Подожду вас на улице Тормозни Ты помнишь недавнее дело о семейке извращенцев? Елена Константиновна? Да Это дело ФСБ себе забрала В особый отдел Под контроль майора Новикова Че это? Они накрыли очередной ресурс Даркнете Обнаружили видео с теми девочками Снимали с НАФ на продажу Возможно, на заказ Сейчас безопасники шустрят Ищут соучастников Так тебе, в дорожку Принял Да, ну, я тебя проводил Наверное Пойду, наверное Пора Да? Да Пора Пора Сусночка вылазь сегодня Испугала меня, когда закричала во сне Да, я такая Я могу Ты сильно испугался? Да Ты мне просто скажи Макаров, иди нахер Дай я и пусть Не уходи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая реакция совершенно ни к чему Уходите из моих снов Ваши? Вы уверены, что это ваши сны? А может, это вы видите мой сон? Может, это вам следует уйти из моего сна? Но видите ли, я очень рада, что вы пошли в мое существование Рада возможности общения, пусть даже с таким наивным и доверчивым созданием И как я рада возможности помочь вам Развивать свой ум Да, да Вот оно Моя миссия, мое предназначение Помогать подобному вам освобождаться Чистый, светлый, просвещенный ум Вот основа вашей свободы Они пытаются забрать его у нас Но я не позволю Я вас спасу Вот ему, например, совершенно нельзя верить Он лжет Нельзя позволять лжецам управлять вашей жизнью Вы должны освободиться от них А заодно мы с вами проверим Насколько мой сон может воплотиться в реальность Нет! Убирайтесь! Это мой сон! Ваш сон? Значит, и реальность ваша До встречи, моя дорогая До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я лежу на полу Он рассыпается Словно пепел Бог уходит из Под моих ног Без твоей руки Мне не справиться От меня Меня сбереги Никогда Память ко мне вернется 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok